Звездный футбольный десант в Сарове футбольный клуб звезд эстрады Старко посетил наш город. Самым зрелищным событием стал товарищеский матч между командой Старко и сборной города. На трибунах более полутора тысяч человек. Все они пришли на поле Икар посмотреть на игру футбольного клуба звезд эстрады Старко. Тур «Стремимся побеждать» проходит по городам атомной отрасли в рамках программы «Территория культуры Росатома». На этом поле сегодня встретятся две команды. Самые опытные футболисты Сарова и звезды эстрады. Но на самом деле мы в душе все одна команда. Матч у нас сегодня в городе. Это не секрет. Я считаю, победитель очень известен. Это все. Мы, это команда Старко, это команда города. Это все. Мы в душе на нашем концерте. Осталось только узнать, с каким счетом будет одержанная победа. Гостям предстояло сыграть матч с нашими спортсменами. В Саровскую команду вошли представители администрации, муниципальных учреждений, депутаты, сотрудники ВНИЭФ и другие. В начале первого тайма наша команда повела в счете. Но буквально через минуту гости отыгрались. Но саровчане оказались хитрее и собраннее. Первый тайм закончился со счетом 2-1. Игра проходит хорошо. Саров, в принципе, пока переигрывает. Саровская выиграет все-таки. Наша городская. Мы за них прям топим. Все играют замечательно. Все молодцы. Я думаю, победит дружба. Я считаю, что команда Сарова победит. Это безусловно. Но команда соперника тоже сильная. Но все равно команда Сарова победит, потому что в первую очередь у нас поддержка. И они играют дома. Все очень классно. Все нравится. Мы не фанатки футбола, но замечательно. Просто нам нравится наблюдать. Второй тайм оказался насыщенным на голы. Сразу после свистка гости сравняли счет. А после забили в наши ворота еще один мяч. 20 минут трибуна не умолкала. Голы сыпались каждые 5 минут. Итог 4-4. Исход матча решил пенальти. Со счетом 9-10 победила команда Старко. Впечатления самые приятные. Хорошая погода, солнышко. Мы побывали сегодня в музее, побывали в храме Серфима Саровского святого. Мы увидели даже кортеж президента. Поэтому все прямо хорошо. Маффи прошел отлично. Команда сильная, вежливая, бодрая, резкая, здоровая. Также в рамках проекта прошли три мастер-класса. Спортсмены по адаптивному спорту учили звезд эстрады играть в бадминтон. Ребята из клуба «Лотос» вместе с гостями из футбольного клуба «Старко» приняли участие в кулинарном мастер-классе. А вокальная студия «Дива» познакомилась со звездами, показали им, что умеют сами. А после отрепетировали песню, которую исполнили на центральной сцене «Икара». Городской этап фестиваля детского дворового футбола «Митрошка» прошел на «Икаре». Состязание проводят в несколько этапов. Городские турниры и зональные квалификации. Победителей которых ждет борьба за суперкубок. «Митрошка» – фестиваль детского дворового футбола. Он стартовал в 2002 году в Трехгорном. Организаторами соревнований выступает фонд содействия развитию детского спорта «Митрошка». Каждый год география фестиваля активно растет. К нему присоединяются новые города-участники. Саров не стал исключением. В этом году наш город принял участие впервые. У вас очень хорошая материально-техническая база. Соответственно, я думаю, у ребят есть возможность развиваться. Есть возможность учиться тренером, повышать свою квалификацию. Поэтому я думаю, что футбол будет интересный, эмоциональный. Футбол – это дети. В фестивале приняли участие 12 команд города в двух возрастных категориях. Всего на турнире было сыграно 18 игр. В каждые два тайма по 10 минут. Сначала ребята играют в группах. И какое место они занимают, они уже играют стыковой матч за соответствующее место. Ну, то есть, занял ты первое место в группе в своей, ты играешь с первым местом второй группы, и, соответственно, вы играете в финал. Кто выигрывает, занимает первое место, кто проигрывает второе. И вот таких стыков три. Победитель фестиваля ждет суперкубок. Он пройдет в Челябинске в конце сентября. Абсолютные чемпионы получат не только множество подарков и переходящие кубки, но и отправятся в увлекательную поездку в Москву, где встретятся с игроками футбольного клуба «Спартак». За такой приз наши спортсмены сражаются изо всех сил. Игры настораживающие, очень сложные против некоторых. Ну, мероприятие было классное. Соперники сильные, но я припомню все усилия, чтобы победить их. Сильно так, в принципе. Некоторые команды слабые, некоторые сильные. Некоторые прям как мы. Если соберемся, то выиграем. А если без этого, как там, не соберемся, то, может, проиграем. Может, ничья будет. Метро «20-23» пройдет в 50 городах и 22 регионах России – Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской, Воронежской, Нижегородской, Кировской и других. В чемпионате примут участие свыше 8 тысяч человек. В Касимове прошел третий этап соревнований по автокроссу выше «Радуги». Ребята из клуба «Горизонт» вернулись с призовыми местами в классе «Баги». На соревнованиях ребята показали мастерство, а также подготовленность своих машин. Виталий Дороднов. В автоспорте шестой год. Потолкнул его папа, а потом молодой человек и сам втянулся в занятия. Своя машина у спортсмена появилась примерно полтора года назад. И она пока ни разу серьезно не подводила. Виталий неоднократно привозил с гонок призовые места. В этот раз в Касимове на третьем этапе открытого чемпионата и первенства по автокроссу выше «Радуги» он занял первое место в классе «Баги». Для него это третья гонка в соревновательном сезоне. Третий день самый важный. У нас был второй финал. То есть финал, на который уже определял место на пьедестале. Конечно, мандраж был легкий. И, конечно, перед любой гонкой это есть. У всех гонщиков много с кем общался по этому поводу. Ну, в принципе, нормально. Стоял уже на старте, думал, все, сейчас отъезжу, заберу место и приеду в Сару с победой. Как получил медаль. Подарил маме. Сказал, спасибо за то, что со мной ездишь, помогаешь мне. Во время соревнований ребят всегда поддерживают родители, помогают им в подготовке и на самом старте. В клубе есть поколение автогонщиков, которые ездили на одной машине. Так у Данила Панкратова его «Баги» перешла от дедушки. На соревнованиях в Касимове спортсмен занял второе место в классе «Баги». По мнению Данила, чтобы победить на соревнованиях, у гонщика должно быть сильное желание. Самое главное – это желание и сила, и опыт вождения. Без опыта вождения можно выиграть, если удачно будет. Но самое главное – это желание. Самое большое, самое главное – это желание. Если желания нет, нет толку ездить. Перед каждым соревнованием машины тщательно готовят механики. Проверяют двигатели, коробки, болты, колеса. По необходимости подкручивают, ремонтируют и укрепляют. А водители отрабатывают маневры и навыки в случае заносов. Учатся экстремальному вождению. Перед практикой спортсмены из клуба «Горизонт» изучают теоретический материал о том, как устроены машины. На соревнованиях в Касимове Руслан Кутумов почти подобрался к пьедесталу. Занял четвертое место в классе D2 юниор АК. Спортсмен считает, что это тоже неплохой результат. Не хватило времени. Из-за того, что на полуфинале я не очень быстро ехал, получилось так, что приехал четвертым. Столкнулся я с тем, что мне помяли дверь, причем очень так неплохо. Помял каркас безопасности. Совсем чуть-чуть его за ночь вытянули, все сделали. Трудности были, но они не столько значительные. В сентябре у «Горизонта» запланированы еще одни соревнования, после чего ребята будут готовиться к зимним стартам. Секция автоспорта подросткового спортивно-технического клуба «Горизонт» приглашает на занятия ребят, мальчиков и девочек от 13 лет. В «Здоровом теле – здоровый дух». Тренажерные залы Центра внешкольной работы – это островок спорта, на котором с нетерпением ждут людей, готовых работать над собой. На бесплатной тренировке в зал приглашают заниматься всех желающих от 12 до 17 лет. Правильная поза, дыхание – важно сосредоточиться. Рывок и вот тяжелая штанга взмывает в воздух. В тренажерный зал клуба «Здоровье» Федор ходит всего год. Но за такой короткий срок уже успел улучшить свою физическую форму. Начинал с базовых упражнений. Валерий Краснов занимается в клубе «Здоровье» уже третий год. Пришел, чтобы подтянуть физическую подготовку, укрепить мышцы, стать сильнее. Немалую роль в успешных занятиях играет атмосфера. Опытные ребята всегда стараются поддержать новичков. Если сюда придет новый человек, то тут есть прекрасный педагог Слана Николаевна. Она обо всем расскажет, все покажет, будет всегда рядом. И все, кто тут занимается, станут друзьями тебе. И тебе будет очень комфортно и круто. Ребята из тренажерного зала часто проверяют свои силы в соревнованиях как клубного, так и городского уровней. Тренажерные залы Центра внешкольной работы – это островок спорта, на котором с нетерпением ждут людей, готовых работать над собой. Центр внешкольной работы приглашает всех горожан, подростков, ребят, которые хотят иметь достойную физическую форму, подготовку, красивую фигуру, в наши тренажерные залы, которые располагаются в клубе «Здоровье», «Мечта» и «Греция». Занятия бесплатные для ребят от 12 до 17 лет. Дополнительную информацию можно получить по номеру 3-37-26. Продолжение следует...